Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика, с вами Радайкин Максим. И я Борис Марсенкевич, всем добрый день. Борис Иоанидович, что происходит в энергосистеме Российской Федерации? Что это за происшествие такое? То у нас объявляется ЧП, на юге Российской Федерации отключается энергоснабжение, то у нас майнеров, то разрешают, приходите родные, регистрируйтесь, налоги платите, все, по одна из первых стран в мире, теперь за регионом их запрещают, и уже начали охотиться на них с квадрокоптеров. Это как? Майнинг в России запретили? Распространяется запрещение, один регион за другим отключают, и новое предложение прозвучало на правительственном части, на котором выступал министр энергетики перед Советом Федерации, о том, чтобы выкупать оборудование майнинговых компаний, выкупать, в общем, что-то непонятное происходит. Идея сводится к тому, что вот здесь вы были подключены, вас выключили, потому что регион запретил, но техническое присоединение у вас было, значит, надо все, что обеспечивало ваше техническое присоединение, отдавать в распоряжение Россетей, системообразующиеся реальность, сетевые организации, чтобы появлялась возможность подключать новых клиентов. А то вас выключили, новых не подключили, и генерирующие компании говорят о том, что у них упал сбыт. За первое полугодие подвели итоги, снижение спроса на электроэнергию 1,7%, кивают на то, что это подключали майнеров, но мы не увидели пока комментариев от системного оператора, может быть, все намного проще. Отопительный сезон был значительно теплее, чем предыдущий, вот и весь результат. Тем не менее, с точки зрения любой генерирующей компании, что такое майнинговая ферма? Это потребитель, который 24 часа в сутки работает на одной нагрузке, у него нет выходных, у него нет пикового спроса, у него нет падения спроса. Идеальный потребитель готов потреблять всегда. Те регионы, которые говорят, что из-за этого возникает дефицит электроэнергии, это сигнал о том, что мы не успеваем строить новые генерирующие мощности. Новые генерирующие мощности мы не успеваем строить по двум очевидным причинам. Во-первых, результаты реформы РАО ЕС России и ФЗ номер 35, электроэнергетики России не позволяют менять правила игры. Во-вторых, конечно, для строительства электростанции требуются деньги. Поскольку над всей территорией России устойчивый тайфун по имени Эльвира, строить электростанцию при кредитах 25% годовых, достаточно сложно, прямо скажем, перевесить все эти расходы на потребителя. Потребитель будет, мягко будет сказано, не очень доволен. У нас и так тарифы растут регулярно. Мы с вами освещаем события, происходящие в Европе, но тарифы растут и у нас. Да, по-прежнему у нас уровень значительно ниже, но с такими темпами роста вряд ли мы придем к победе, не знаю от чего, капитализма. Раньше коммунизму приходили, сейчас капитализм. Нужно успевать реагировать. Напомню, что по окончании последнего сейчас по времени Восточного экономического форума, отвечая на вопросы журналистов, министр энергетики, говорил о том, что одна из проблем нарастающего энергодефицита это быстровозводимые объекты генерации. Прошел почти год, он так и не расшифровал, что скрывается за этим понятием, что такое быстровозводимые. Единственное, что приходит в голову, может быть, речь шла о дизельных электростанциях, которые сейчас вынуждены дежурить в объединенной энергосистеме Юга. В одном из районов Ставропольского края опять состоялось веерное отключение. Объяснение великолепное, перегревается оборудование. Вы, когда ставите оборудование в Ставропольском крае, для вас температура плюс 40 является какой-то новинкой сезона. Никогда такого не было, всегда такое было. О чем говорил министр, сказать сложно. При этом у нас кризис в угольной отрасли связан с падением мировых цен, зато с ростом всевозможных тарифов у российских железных дорог, у операторов в портах, фрахта и так далее. То есть, если сейчас проследить, как продается наш уголь на мировых рынках, в прибыли все железнодорожники, в прибыли портовые операторы, в прибыли компании, которые предоставляют балкеры под перевозку угля, в прибыли, и только добытчики угля почему-то в минусах. Связано это с тем, что у нас из 100% добытого угля 50% уходит на внутренний рынок, 50% на внешний. Изменились цены на внешний, у нас немножечко перекосило все, что касается угольной отрасли. На мой взгляд, очевидно, что надо наращивать объемы потребления внутри России, чтобы была меньше зависимость от колебаний, происходящих на мировом рынке. Вот сейчас, наверное, еще с неделю будет какой-то вздох, когда можно будет поставить дополнительные объемы в Китае, в Индию. Связано это с тем, с проливными дождями в Австралии, там не работают угольные порты по причине наводнений и прочего-прочего. Через пару недель там сезон дождей закончится, и все опять станет на свои места. Сказать, что вот это удобно, вылавливать какие-то проблемы у других поставщиков пытаться за дни, недели, когда эти проблемы есть, решить свои проблемы, может быть, не самое правильное. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика.Инфо. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Мне кажется, что если бы был использован тот метод, который имеется у Китая, есть набор государством определенных технических условий для угольных электростанций. Идеология там до предела простая. Тепловые выбросы не должны превышать тепловые выбросы газовой электростанции такой же мощности. Если вы, добывающая угольная компания, согласно построить электростанции на таких технических условиях, вы получаете пачку налоговых послаблений. Результат, если мы сейчас посмотрим на новые угольные электростанции в Китае, их строят максимально близко к разрезам, чуть ли не на борту, с тем, чтобы транспортные расходы свести в ноль. Если разрешить нашим угольным компаниям, конечно, не из того списка, который пока еще ни разу в полном объеме никто не видел, последняя информация, опять же, от министра энергетики на правительственном части Советской Федерации, 51 компания находится в красной зоне. То есть, они либо уже остановили работу, либо люди уходят в коллективные отпуска, и все на грани банкротства. Может быть, есть резон таким компаниям разрешить строить угольные электростанции поближе к себе, с тем, чтобы не загружать РЖД, не загружать порты. Если обстоятельства складываются так, что вы не можете экспортировать уголь, но экспортируйте биткоины, не нравится играть в криптовалюты, договаривайтесь с теми, кто занимается развитием центров обработки данных, занимайтесь токенами. Может быть, вот такой вариант, с тем, чтобы нарастить потребление внутри, и одновременно решить проблему с генерацией. Не участвовать в развитии майнинговых фирм, не участвовать в развитии центров обработки данных, это потеряет темп во всем, что связано с развитием искусственного интеллекта. Да, вроде бы, сочетание несочетаемого, новая угольная электростанция, для того, чтобы развивать искусственный интеллект, но, опять же, есть опыт Китая, который как-то немалейшее стеснение не испытывает, когда нужно какую-то сверхновую технологию использовать для чего-нибудь традиционного. Такой самый классический пример, когда в Китае пошел первый водородный поезд, его надо было, локомотив, его надо было проверить на всех уровнях нагрузки, он стал доставлять уголь от электростанции, от разрезов, от шахт до электростанции. Да, вот тут водородный поезд, первый, по-моему, в мире был, да, он таскает уголь. Ну и что? Самая новая, самая передовая технология, вполне уверенно, сочетается с технологией 19-го, 20-го века, вполне нормально. Почему? Нам, собственно говоря, нельзя использовать угольную генерацию, для того, чтобы развивать, так скажем, самые передовые технологии, участвовать в совершенно новых видах бизнеса, связанных с цифровизацией, центрами обработки данных, тем же майнингом, чем угодно еще. Мне кажется, что найти какие-то варианты, угольную электростанцию ты построил, вот она у тебя там мощностью, не знаю, 200 мегаватт, 100 мегаватт твои, занимайся центрами обработки данных, занимайся строительством теплиц, делай что угодно, но еще 100 мегаватт отдашь в объединенную энергосистему, с тем, что проблему энергодефицита решить. Может быть, вот такой комбинированный вариант сочетания несочетаемого, как там лед и пламень, и так далее, и так далее, но, тем не менее, позволяет решить сразу несколько вопросов, снизить зависимость нашей угольной отрасли от мировых цен, от волатильности мировых цен, снизить нагрузку на РЖД, чтобы РЖД показало, что она способна зарабатывать деньги на совсем других грузах, более маржинальных, не будут мучить нашу РЖД углем, и она сразу даст огромнейшую прибыль, потому что, конечно же, она повезет в совсем другие грузы, у нее их много. Может быть, как-то вот это, по-моему, один из вариантов решения проблемы. Уже раздавались голоса, что если вы занимаетесь центрами обработки данных, то все, что там происходит, должно быть на низкоуглеродной генерации, но у нас в России уже развивается рынок зеленых сертификатов. Да, у нас СОД работает на угле, но вот приобретенные мной зеленые сертификаты, все, я зеленый, все в полном порядке. Мне кажется, что для этого, конечно, мысль, которую я не устою повторять, дайте больше полномочий Министерству энергетики, потому что пока вот такую комбинацию, это требуется и участие Министерства промышленности, и Министерства финансов, и я не знаю, у кого еще, полномочия Министерства энергетики на то, чтобы предложить вот такой вариант, пока не хватает. Когда говорят о том, что угольная генерация грязная, мне кажется, что это такое достаточно сильное влияние западной повестки. Там очень много любили говорить про дикарбонизацию, и мы в это втянулись. Поскольку у нас никаких ассоциаций угледобывающих компаний нет, противодействия тоже никакого нет. Уголь черный, уголь грязный, но если мы смотрим на новые электростанции в той же Польше, в том же Китае, в Индии, но нет там ничего грязного. Если говорить о том, что любая угольная электростанция – это зола и шлаки, ну, опять же, есть с чем сравнивать. Может быть, пример вот такой невероятно высокоразвитой страны, как Индия, о чем-то будет говорить. В 23-м году в Индии переработка золошлаковых отходов вышла на 100%. В Индии смогли, мы почему-то не можем. Конечно, мы очень сильно отстаем по уровню технического развития от Индии. Наверное, так надо комментировать, но у меня так комментировать не получается. В 22-м году по инициативе Росгидро был создан золошлаковый союз, но пока крупных успехов не вижу, сайт у них есть, но каких-то отчетов о больших достижениях пока не видим. Если посмотреть, как эти золошлаковые отходы используются в Китае и в Индии, это и дорожная работа, материал под асфальт, так скажем, под основу, это и наполнитель для всевозможных блоков и так далее, и так далее. То есть, все это можно, оказывается, применять и применять. Мы стесняемся. Я очень надеюсь на то, что, может быть, наши угольные компании как-то сверутся с силами, заговорят о себе. Не такие они страшные, бояться не надо. На всякий случай напомню то, о чем совсем недавно говорил руководитель нашего ГКЗ, Государственного комитета запасов. Он сообщил о том, что, да, запас извлекаемых газов газов у нас сейчас на 100 лет. Понятно, что геологоразведка продолжается, этот горизонт будет отказываться. Но даже если ничего не делать, на тех запасах, которые были выявлены советскими геологами, Россия совершенно уверена может себя чувствовать 350 лет. А если мы вложимся все-таки в геологоразведку, какие-нибудь очередные реанимационные методы по отношению к ростгеологии дадут результаты, клиент окажется скорее жив, чем мертв, ну, наверное, будет не 350, а еще больше. Если мы говорим о том, что вклад нефтегазовых доходов должен быть больше, ну, может быть, и об этом надо задуматься. Может, действительно, сохранить нефтегаз для более глубокой переработки, для зарабатывания на экспорт, уголь должен работать у нас внутри России. Если говорить о том, где у нас угольная генерация наиболее развита, в европейской части, да, поскольку было много экспортных газопроводов, удалось решить проблемы с газификацией, здесь больше газовой генерации. Если говорить о нашей атомной энергетике, то средняя температура по больнице, доля выработки электроэнергии, приходящаяся на атомную энергетику, порядка 20%. Если говорить конкретно о европейской части России, то здесь, простите, почти 40%. То есть, по ту сторону Урала у нас атомная энергетика заканчивается в Челябинской области, дальше мы на восток ничего не продвинулись. Там уголь, и от угля в Сибири, на Дальнем Востоке пока технических возможностей деться невозможно. Для того, чтобы газифицировать крупные населенные пункты, требуются подземные хранилища газа. У нас самая восточная ПХГ находится в Ханты-Мансийском автономном округе. Как можно газифицировать весь Дальний Восток? Сказать, что Газпром не пытается решить эту проблему. С 2007 года идет поиск подходящих структур для обустройства ПХГ. Пока выясняется, что матушка природа настроена к нам весьма и весьма сурово. Но и по ту сторону Амура в Китае, геологическая структура одна и та же, там тоже проблемы с обустройством подземных хранилищ газа. Поэтому сила Сибири не закончилась возле Карбина, добралась до Шанхая. Там возможность обустроить ПХГ есть, вот туда, собственно говоря, мы и добираемся. Все остальное, весь остальной объем газа расходится в Китае по газоотводам. Газоотвод мне дает возможность обеспечить весь населенный пункт. Крупных потребителей электростанции, теплоэлектростанции, может быть, какие-то крупные металлургические предприятия, цементные заводы, да, обеспечить можно. В одну точку газоотвод привести, да. Обеспечить населенный пункт, где спрос на газ отнюдь неравномерен. Утром-завтрак готовим, обед где-то в городе, значит, ничего не надо, зато вечером большой спрос. Регулируется только за счет подземных хранилищ газа, не получается. Значит, уголь будет с нами достаточно долго, и подходить к этому надо, ну, можно рассказывать какие угодно сказки про декарбонизацию, но напомню, что у нас по-прежнему нет данных об объеме углекислого газа, поглощаемого природой в Российской Федерации. Последний раз, знаете, данные мы давали еще от имени Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в 1990 году в ООН зафиксирована цифра 600 миллионов тонн. Соответствует она действительности или нет? Пока никто не проверял. Задание решить эту задачу дано Министерству природных ресурсов и Роскосмосу. То есть, нужны специальные спутники, которые смогут оценивать не только эмиссию парниковых газов, но и поглощения. Пока сообщений о том, что эта работа завершена, нет. Так что, может быть, нам и не стоит так бояться. Нам необходима новая технология сжигания угля, новая технология улавления вредных веществ, прежде всего, оксидов азота и оксидов серы. Нам нужны новые технологии переработки злошлаковых отходов. Может быть, есть смысл вот это направление развивать? Будем смотреть, какие решения будет принимать наше министерство энергетики и наше многоуважаемое правительство. Борис Анидович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на генэнергетика инфа в телеграм. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже помощь нашему проекту. Всем спасибо за внимание.